Виталий Владимирович Кличко, запитание от фракции Виталия Владимировича Кличка. Прошу, сам генеральный фракции. Вместо того, чтобы поставить план выхода из клинической ситуации, в котором оказался наш город, мы услышали новые идеи нашего мэра, находящегося три месяца на лечении. Так вот вопрос. Мы услышим план этого выхода нашего города из клинической ситуации. И когда Леонид Черновецкий будет не виртуально, а реально руководить городом? Вот такой вопрос. Спасибо. Виталий Владимирович, большое вам спасибо за вопрос. Меня невозможно обидеть, потому что я большой поклонник вашего спорта. Вы знаете, я всегда вам лично об этом говорил. Я вам скажу следующее. Во-первых, вы гордость Киева и Украины. Я отношусь к вам с уважением и как к депутату, и как к спортсмену. Действительно, я слышу, если я бываю в других местах, не только в Киеве, о том, как вас уважают и любят. Мне приятно всегда с вами говорить. К большому сожалению, за три года моего пребывания на посту мэра мы встретились всего с вами один раз. И то, когда вам нужно было получить два гектара земли под ваш боксерство. Это правда. Все вопросы, которые вы задаете, они млявые. Они не похожи на героя. Они похожи на человека, на человека-кляузника. Вы красивый парень. Зачем вы это делаете? Просто стыд-позор. Сейчас, позвольте. Дальше я вам скажу следующее. Вам нужен план. Это ложь с вашей стороны. У вас, Борис, была... Это чистая правда. Вы можете подать на меня в суд. Виталий Андреевич, я вас прошу. Есть вопросы по сути? То, что вы были у меня один раз. Это правда? Виталий Андреевич. За все время... Мы раз многократно в кабинете с фракцией мы полностью разбирались, приглашал вас по фракции. Что вы такое... Ну вы врете. Вы просто... Вы просто врете. Виталий, я прошу. Я не по этой части. Я прошу. Я не по этой части. Виталий Андреевич, все. Спасибо за вопрос. Я готов с вами публично подискутировать присутствие телекамер по поводу плана. У вас никакого плана, кроме плана на бой очередной в боксе не существует и никогда не было. Вы работаете и живете по планам боксерских боев и больше ничего. А то, что вы говорите, неправда. Я вам смотрю в глаза. И вы неубедительно говорите. Как-то так уж тоскливо. Стыгно. Не хочу. Спасибо. Спрашивайте конкретно. Мало того, я хочу всем сказать. Плясать во время чумы и разыгрывать политические комедии не время, дорогой Виталий Владимирович. Не время. Я работаю сутками, где бы я ни находился. И у меня к вам нет претензий никаких. Приходите и начнем говорить с вами, как мужчина с мужчиной, как депутат с мэром города Киева. Сейчас не время. И все, что вы говорите, вы что не знаете о кризисе? Вы говорите о двух миллиардах. Вы не знаете о том, что у нас изъяли из города 7,5 миллиардов гримена. На что вы сделали для того, чтобы их вернуть? Дякую. Шановненько. Шановненько. Я пропоную залишаться на засадах того, что эмоции все-таки... Простите меня, я эмоциональный человек такой же, как и вы. Правда, я... Не в вашей весовой категории. Шановненько. 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 Я это уточню. Я... У меня от меня никто никакой земли никогда не получит, пока я живой. Да? Ни по договору, ни почему. Я дам документы, и мы посмотрим с вами о том, каким вопросом вы ко мне обращались. Прямо в начале моего мерзора. Виталю, нас будет много интересов. Я их подниму. Виталю Владимирович, давайте, давайте якусь. Виталю Владимирович, я прошу вас займати свое... Я прошу вас займати свое место. Я прошу не переводить дискуссию із професійною, яка стосуется безпосередньо информации, яка сегодня задавалась. Я не могу, я взглянись перед вами. Не ты. Я никогда для вас ты не... И никогда с вами на ты... И никогда с вами на ты не разговаривай. Виталю Владимирович, ну... Здравствуйте. Иван Михайлович, ну, пожалуйста. Виталю Владимирович.